серебряный и золотой призеры гонки на 15 километров вяльбе золото у бельмондо серебро бронзовые серебряные призеры в гонке на 5 километров у вяльбе серебро у бельмондо бронза и опять они будут медалистками сейчас но только в какой последовательности ох какой нам сейчас предстоит видеть зрелище последний спуск все начинается равнина вот за этим мостиком сейчас они влетят на стадион 600 метров вы видите табличка 600 метров супер спринт лыжной вяльбе бельмондо тут ведь еще вопрос там по какому радиусу вот этот последний про поворот сто восемь градусов проходить для это прямо на пятках у бельмондо уже отстали совсем отстали борющиеся за третье место нойманова и гаврилю вяльбе предпринимает ускорение обходит по внешнему радиусу бельмондо бельмондо обходит чуть-чуть елена вяльбе там я не знаю полметра метр узасли ей занять сейчас вот пробку выражаясь легкоатлетическим языком нет не удается но еще одна попытка есть последние 150 метров только появились сейчас на стадионе гаврилюк и нойманова и если я не ошибаюсь дина гаврилюк выиграла обошла катарину нойманову и продолжает от нее уходить во всяком случае по свету шапочки я могу только различать их сейчас они вдали от нас от наших комментаторских кабин суперпринт степания бельмондо елена вяльбе вяльбе выходит вперед вяльбе выходит вперед какие-то полметра практически в одно время они финишируют в одно время или степания бельмондо выиграла пол секунды пол секунды выигрывает степания бельмондо у елены вяльбе но это не официальный результат он еще должен быть подтвержден жюри елена вяльбе чемпионка мира да вот те самые предварительные цифры в углу экрана были неверные нам показали план финиша вот такой горизонтальной точки казалось нам что вяльбе чуть чуть впереди и мы не ошиблись елена вяльбе подтверждает свою репутацию не только классный гонщицы мирового класса но и лидера сезона и завоевывает вторую золотую медаль на сей раз на 10-километровой дистанции в гонке преследования коньком ну что же дорогие друзья времени у нас в репортаже осталось совсем немного вам